Вы знаете, я не живу по принципу не выбрасывай, не выбрасывай ничего. Если посмотреть YouTube, можно... Создается впечатление, что люди не должны ничего выбрасывать. Не выбрасывай кастрюлю, потому что из него можно сделать кастрюлю. Не выбрасывай... Да ничего не выбрасывай, вообще ничего никогда. Тем не менее, я считаю, что некоторое вторсырье можно использовать. Вот такие вот имеются у меня одноразовые бритвы, сапки в простонародье. Считаю, что можно их пустить в дело. Зажимаем в тиски. Главное нежно. Нежно, чтобы не повредить. Вооружаемся ножовкой по металлу и отрезаем кабину. Кабину. Далее берем инструмент, работающий вследствие передвижения носитель электрического заряда. Сверло 3,5 мм. И нагло рассверливаем. Вот такие заготовки имеем. Одну испортим. Ну и хрен с плащом. Хрен с ним. Будет две. Эпоксидной смолы заколотим. Самая обыкновенная эпоксидная смола. Самая дешевая. Как всегда много. Ну ничего. И буквально пару капель отвердителя. Чуть-чуть. Как всегда много. Ну ничего. Хорошенечко размешиваем и оставляем постоять. Чтобы эпоксидка не была такой жидкой. Вот для чего. в сторону. Отрезок ламината и пластилин. Классный штемп. Вот такой временный крепежик. И еще одну. Так себе держится конечно. Ничего пойдет. Дальше таить не имеет смысла. имеется вот такое количество надфилей без ручек. Сейчас возьму два надфиля которыми я чаще всего пользуюсь. Круглый естественно. Нет не такой. Вот такой прямой. Аккурат устанавливаем. Аккурат устанавливаем два. вот этот желательно чтобы был ровно. Вот эти высокотехнологические ребра эпоксидная смола. как говорится yes it is ждем пока высохнет. Соответственно высохли наши ручки. Казалось бы наличие острого угла неудобно. На самом деле очень очень удобно в руке лежит. Классно. конечно отчасти колхоз спору нет. Есть у меня и нормальные ручки. Тем не менее когда работаешь и когда нужно постоянно то один надфиль то надфиль другой формы постоянно руками туда сюда туда сюда то постоянно переставлять надфиль очень удобно. Гораздо удобнее когда они уже с ручками. И в общем не выбрасывайте так сказать старую ненужную бритву. До новых встреч. Пока.